Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И вслед за ним мы отправляемся в центр Петербурга, где продолжается модернизация уличного освещения, которое, надо отметить, прекрасно вписывается в архитектурный облик нашего исторического города. Но не только освещение нас интересует. Хотелось бы узнать и прогноз погоды на сегодня, 5 февраля. Надеюсь, нам подскажет Юлия Чеснокова. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. День сурка в Петербурге по погоде. В плане погоды продолжается. Минус 2 сейчас. По ощущениям не холодно, не жарко, так что советую всем все равно утепляться. Ну а вдруг что? И сегодня пониженное давление. Это касается всех людей, на кого влияет наша петербургская погода. Еще и давление 736 мм тутного столба. Чтобы проснуться, нам нужно повысить свой уровень витамина Д или хотя бы включить яркий свет. И вот новое освещение появилось здесь, в центре. Мы сейчас находимся на Перинной улице. И рядом со мной Владимир Смирнов, заместитель директора по строительству и проектированию предприятия «Ленцвет». Доброе утро, Владимир. Расскажите, здесь же и было светло. Вот что поменялось? Ранее улицу Думска и Перинную линию освещали 38 светильников с натриевыми лампами. На сегодняшний день установлены современные энергосберегающие светильники, а именно 38 светодиодных фонарей, стилизованных под старину. А вот чем они отличаются? Вы говорите, натриевые были. То есть они тоже были энергосберегающие и эти энергосберегающие. Это насколько сильнее получается энергосберегают? Значит, модернизация позволяет, первое, это увеличить освещенность, сделать освещение более комфортным, что благоприятно сказывается на жителях и гостях города, а также достичь экономии электроэнергии. В данном случае экономия электроэнергии достигает 50%. Также стоит отметить, что несмотря на применение современных технологий, исторический облик Санкт-Петербурга сохраняется. Ну и безопасность граждан, конечно, уже на Думской, на Перинной давно не так нервно, как было раньше, но все равно приятнее здесь пройти при ярком освещении. Спасибо большое. Ну а я, друзья, хочу сказать, что не только модернизируется освещение в Петербурге, но и появляются световые инсталляции. А вот о них подробнее знает уже моя коллега Наталья Дмитриевна. Наташа, тебе слово.